В МИД КНР ответили критикой на слова главы администрации Тайваня Лай Цинде о взаимном неподчинении и сохранении суверенитета острова. В ведомстве считают, что такие заявления призваны разорвать исторические связи между двумя берегами пролива. В министерстве напомнили, что в мире есть только один Китай, Тайвань – его неотъемлемая часть, а единственное законное правительство КНР представляет всю страну. Администрация Лай Цинде не может изменить тот факт, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю, и не в силах остановить историческую тенденцию к объединению страны, которая неизбежно произойдет. Искать поводы для провокации и так называемой независимости – это путь в никуда. Правительство КНР продолжает противостоять не только внутренним, но и внешним угрозам своему суверенитету. Так, Китай ввел санкции против Соединенных Штатов за поставки оружия Тайваню. Пекин заморозил активы трех американских компаний и запретил операции с ними. Также под санкции попали 10 руководителей оборонных предприятий США. Все их имущество на территории КНР заморожено. На территории Китая запрещено с ними сотрудничать. Этим шагом Пекин еще раз подчеркнул, что вооружение Тайваня нарушает принцип одного Китая, наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности страны.